У меня трехкомнатная 7497 рублей 30 копеек. А пенсия менее 15 тысяч. Как же нам жить? Цифрами в счетах-фактурах возмутились в первую очередь пенсионеры. За отопление в этом месяце им придется выделить из своего скромного бюджета 5000 рублей. У кого-то сумма еще больше, в зависимости от площади квартиры. Я получаю опекунские 9 тысяч с небольшим. И в этот раз мне пришла счет-фактура без 32 рублей 8 тысяч. Я должна опекунские все отдать, а жить на что? А ребенка кормить на что? Ну это же тоже, ну это я не знаю, маразм какой-то. Лишь пару дней назад сотрудники управляющей компании сообщили жителям, что общедомовой прибор учета тепла в их доме сломался. Причем еще в мае. Почему счетчик до сих пор не отремонтировали, люди не понимают. На момент включения тепла они были исправны. Где же они были исправны? Когда нам дали в конце сентября, тепло дали. А за октябрь месяц нам плата. Счет нам выставили, ну по-среднему что ли так сказать. Но естественно мы с этим не согласны. Мы написали, нам дали определенный бланк, мы написали заявление, собрали подписи. Коллективную жалобу жители передадут в управляющую компанию в среду. При этом платить по счетам не отказываются. Становиться должниками не хотят. По словам местных жителей, подвал этого дома был долгое время затоплен. У них есть предположение, что общедомовый прибор учета просто сгнил из-за сырости. Ведь воду там никто никогда не откачивал. Большие счета за отопление получили жители 39-го дома по Горьковскому шоссе. Там прибор учета по информации коммунальщиков сломался во время пуска тепла в сентябре. Потому за отопление придется платить также по нормативу. По этим двум домам проблема решается. То есть на Горьковскому шоссе 39 прибор учета уже установлен и уже ведутся переговоры по нему, по Ильича. 28 счетчик будет поставлен на этой неделе. Но будет ли в итоге сделан перерасчет, вопрос пока открытый. В администрации Кировского и Московского районов сегодня пояснили, что займутся решением проблемы лишь после установки счетчиков во всех домах. Эта процедура может затянуться до 1 декабря. Также к этому вопросу подключился комитет ЖКХ. Все жалобы они будут перенаправлять в управляющую компанию и Казэнерго. Вконтакте мобильный репортер 24.